Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Виктория Зыкова. Сегодня у нас в гостях писатель, драматург, сценарист, актёр Евгений Грешковец. Безумно рады вас видеть в нашей студии, в нашем городе. Без лишних предисловий, о чём сегодня пишется? Понятно, что произошли изменения. Хочется писать о сегодняшних настроениях, чувствах людей, может быть, о ваших личных, либо о чём-то простом, понятном и вечном? Простой, понятный и вечный? Непонятно, что такое. Ну, правда, что такое вечное? Очень же много людей, которые делали спектакли, писали книги в процессе. И в феврале прошлого года они вдруг поняли отчётливо, что заканчивать то, что они писали, бессмысленно, потому что это потеряло всякую актуальность. Вот о чём? О настроениях. Я могу писать только о тех настроениях, которые мне знакомы, понятны и известны. И, например, моей дочери 13 лет. И она счастливый человек. У неё другого времени для детства не будет. Она, конечно, переживает по поводу того, что она не смогла. Она мечтала попасть в Диснейленд. Но из-за пандемии, из-за того, что происходит теперь, она туда не попадёт. Но это не лишает её счастья. Она сможет найти какие-то другие радостные моменты в жизни. И я ей постараюсь в этом помочь. Её настроение мне понятно. Моему сыну 19 лет. Он сейчас перешёл на второй курс университета. И он находится в самом таком эффективном, радостном, полном надежд и ощущении успеха состояния. У него тоже юности другой не будет. И у него должны быть ощущения и перспектив, и будущего, и радости. Я тоже постараюсь ему в этом помочь. Её настроение его и его однокурсников. И об этом я хочу писать, но у меня не очень получается. Потому что я существенно старше. Я могу писать о настроениях тех людей, которые близкого мне возраста. О самых простых вещах. И сейчас мне очень хочется, чтобы то, что я пишу, было смешно. Поскольку нам всем предстоит пережить эти очень непростые, страшные, тревожные и злые времена. И по возможности нужно пережить их с достоинством. А пережить их нужно нам вместе. И вот когда мы вместе смеёмся, в этом много достоинства. Что хочется, какую информацию хочется потреблять? И что хочется читать, слушать, смотреть? Читать мне хочется художественную литературу, это не информация. Слушать мне хочется хорошую музыку, что тоже не является информацией. А из-за информации мне хочется слышать хорошие новости. С этим хуже всего. Вы приехали в Хабаровск с двумя мероприятиями. Это моноспектакль в Театре Граммы и Арсений Флайв. Где, собственно, вы играете Саву Мамонтова, человека, который являлся другом и Рахманинова, и Шаляпина. И, собственно, там вы связующее звено между этими двумя величинами. Во-первых, сразу ли согласились приехать в Хабаровск на эту роль? Да. Во-первых, в Хабаровск я согласился приехать сразу, даже не услышав, какая будет роль. Потом, услышав роль, я согласился вдвойне. И, знаете, именно в Хабаровске, вот в эти дни, я познакомился, например, с великим пианистом Борисом Березовским. Прежде, разумеется, я его и видел, и слышал, но с экрана и в наушниках, или из каких-то других источников. А тут я вчера пожал его выдающуюся руку музыкальную. Вот Хабаровск такой, сам по себе переписать от руки историю, вкратце, конечно, историю дружбы Шаляпина и Рахманинова было уже интересно. Это глубокое погружение в материал, мне было просто этим заниматься интересно. Ну и выйти на максимально большую аудиторию в Хабаровске, на площадь с огромным симфоническим артистом за спиной. Ну, кому же это не понравится. И я всегда вспоминаю, что кто мог подумать, что именно служба здесь, в Хабаровском крае, там, в Совгавань, поселок Завета Ильича, поселок Западный, вот этот вот Тихоокеанский флот. И история про эту службу приведут меня на сцену, которая позволит мне выступить вместе с Борисом Березовским на одной большой сцене в Хабаровске. Мы когда разговаривали с Андреем Самсоновым, он сказал, что вы не просто берете эту роль, вы обязательно ее перерабатываете. Под себя вот что подкладываете, чего, что своего привносите? Ой, ну я ведь хоть и артист, но я ведь не профессиональный артист. Я все-таки в большей степени писатель. Мне были предоставлены тексты исторические, я их переписал. А переписал, как я могу себе представить, как бы вот такой вот крупный, по сегодняшнему, сегодняшний, так сказать, не предприниматель, не промышленник, как это было, не купец, а бизнесмен мог бы рассказывать о своих друзьях из мира великой музыки. Вот я немножечко вот таким вот языком попытался переписать. Конечно, Мамонтов был и знающий, и глубоко любящий, и информированный в области искусства и культуры человек, но все-таки в нем, ну была вот эта вот жилка такая, которая, это на мои деньги сделано, а вот этот вот, значит, там Федя Шаляпин вместе с Рахманин, там, в моей опере познакомились, подружились. И если бы я за это не заплатил, вряд ли бы они вообще познакомились и так далее. В этом есть что-то такое. Ну вот, я хотел придать этому какую-то такую живую, немножко такую хвастливую нотку. Но все-таки я буду говорить, рассказывать цепочку фактов, которые, может быть, публике не безинтересны. Поэтому актерской игры будет немного, а история будет забавная. Но тем не менее, все равно вот эта вот интересная такая жилка, 150 лет прошло, но ничего не меняется, да? Да, есть люди-бизнесмены, есть люди-искусство, и вот бизнесмены, они видят жизнь немножко. Нет, поменялось. Поменялось? Бизнесмены стали сильно хуже. А, да? Назовите мне хоть одного такого мамонтова, который вскормил хотя бы одного шаляпина. Не-не, ребят, здесь таких промышленников, таких меценатов, кто открыл хоть что-нибудь подобное тому, что сделал Третьяков, купец и предприниматель? А кто сделал такую оперу, чтобы в ней реализовался Рахманинов новый? Нет, нет, ребята, сейчас такого масштаба предпринимателей я не вижу. Есть в той или иной степени симпатичные люди, есть в той или иной степени ответственные люди, но им сильно не хватает образования, культуры и любви к искусству. Если мы обратимся к вашему творчеству, ваше произведение называют терапией для современного человека. Как считаете, почему? Терапия, как я понимаю, это лечебная процедура. И если это не успокаивает человека, то хотя бы каким-то образом его радует и примеряет человека с самим собой и собственной жизнью. В моих спектаклях я всегда говорю о самых-самых простых вещах. Персонажи моих спектаклей никогда не бывают большими политическими деятелями, космонавтами, большими учеными, писателями или композиторами. Это люди с самыми земными профессиями, которые живут очень земной жизнью. Но при этом это люди не оторванные. То есть это не какие-нибудь, знаете, там, кришнаиты или ортодоксальные какие-нибудь, не знаю, там, ну, упертые в какой-то очень глубокой теме и доктриниках. Это люди, которые ходят на работу, у которых есть друзья, приблизительно такие же, как они, у которых обязательно есть серьезные отношения, либо семейные отношения, то есть есть семья и дети, либо это люди, которые в сложных отношениях с противоположным полом находятся и с подрастающим поколением. Но это люди, то есть все те жизненные истории, которые в моих пьесах и спектаклях воспроизводятся, это всегда такие истории, где человек, любой зритель может ощутить, что это история про него. А когда со сцены звучит история про зрителя, которую он ощущает своей, это примеряет его собственной жизнью. Он понимает в этот момент, что его жизнь, такая вот простая, незамысловатая, может быть предметом искусства. Если не ошибаюсь, одна из последних работ, где на сцене зритель видит в вашем лице сердце. О чем говорит сердце? Да, это спектакль «Шепот сердца», я играю человеческое сердце. И монолог, двухчасовый монолог сердца – это в основном претензии к человеку. Все, что делает человека человеком – любовь, дружба, переживания. Из чего человек черпает удовольствие, страсти, алкоголь, какие-то веселые компании, празднества какие-то дикие. Это все то, что вредно для сердца. И сердце за то, чтобы человек никого не любил, не переживал, не нервничал, не страдал. Жил бы как-то так вот ровненько и как можно дольше. Но какой из этого получится человек и кому такой человек нужен, понятно. Так что все то, что делает человека человеком, вредно для здоровья. Какой консенсус вы находитесь с вот этим сердцем? А нет, с сердцем консенсуса невозможно найти. Консенсус находится в зрительном зале, когда люди слушают это и понимают, что да, 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 это все очень правильно сердце говорит, но мы так жить не будем. Вы живете в самом западном городе страны, Хабаровск, один из самых восточных городов. Вот эти 10 тысяч, 12 тысяч километров, они имеют ли значение в плане менталитета человека? Вот вы ездите по стране, вы видите разную публику, в частности, те люди, которые приходят на вашему спектакле. Различаются ли они, если да, то чем? Ну, я бы не сказал, что вот Хабаровская публика существенно отличается от Калининградской. К тому же сейчас в Калининград приехало так много хабаровчан. Ну, просто так. Это действительно так, да? Да, просто их знаю. И из Магадана, и из Благовещенска, и из Иркутска. Ну, то есть, людям хочется, когда они повзрослели и, так сказать, ближе к пенсии, побыть в каком-то не таком отдаленном регионе и с более мягким климатом. Но сам я родился и вырос, и прожил больше 30 лет в городе Кемерово. И могу сказать, что для меня Хабаровск город, и вообще хабаровчане, я здесь ощущаю себя вполне дома. К тому же, три года я в Хабаровском крае прослужил. И в глубинке Хабаровского края. Нет, не отличается. Не отличается. Есть разная эмоциональная окраска чего-то, или, скажем, представление о том, что такое провинция и близость к центру. Но скорость реакции, ну что, одинаковая, темперамент близкий. Я думаю, что просто хабаровчане в большей степени ценят лето, хорошие фрукты, поездку к морю. Если они едут, они там больше радуются, чем к Ленинградцу, у которых хоть и Балтийское море, но море рядом, и оно очень красиво. И просто больше ценят и радуются, когда они приезжают в Санкт-Петербург или Москву, и у них есть возможность сходить в музеи и театры. В этом смысле хабаровчане умеют больше и лучше ценить мгновение, такое вот радостное. Конечно, люди на севере, где-нибудь в Архангельске, Норильске, Мурманске, отличаются от людей в Краснодаре или, не знаю, в Ростове-на-Дону. Ну, там тепло, они такие шумные, радостные, а те чуть-чуть примороженные. Здесь вот эта страна такая, нанизанная на Транссибирскую магистраль, она вся в общем одинаковая. Есть разница, ну, здесь побольше китайско-корейской еды, а в Иркутске бурятской, там где-то еще больше кавказской. Ну, в сути, по сути, везде на всей Транссибирской магистрали пельмени. И люди воспринимают искусство примерно одинаково? Искусство, ну, если они воспринимают жизнь приблизительно одинаково, происходящее в стране приблизительно одинаково, то и искусство они будут воспринимать одинаково. Вы три года прожили в Хабаровском крае, поделитесь воспоминаниями, вот что-нибудь самое яркое? Ну, Хабаровский край, это был самый отдаленный район, вот тут туда, ну, что там яркого? Сложно там было жить и служить. И мошка мне не нравилась. Потому что в Кемерово комары есть, а мошки нету. И вот эти ужасные, ужасная погода в марте и феврале, особенно в марте. И, ну, что еще? И, да, ну, конечно, вот это вот ощущение оторванности от центра принятия решений каких-то. Вот все время ощущение отдаленности, я тогда же еще написал очень давно, что здесь производится, Москва отсюда получает завтрашние новости, а Москва поставляет здешним регионам вчерашние. Вот. И вот это ощущение отдаленности, такой вот заброшенности, но я ведь не здесь родился, вы понимаете, я здесь был и мне было тяжело служилось. Вот это ощущение отдаленности, заброшенности, покинутости, и меня здесь не покидало все время. Я очень хотел вернуться домой, отсюда. А теперь для меня это связано с воспоминаниями детства и юности. И что бы там ни было, осталось все равно самое светлое и хорошее. Хочу вас спросить об одной из ваших последних работ, она у меня, кстати, вот здесь. Водка как нечто большее. И самое главное, что это не рассказ, поэма или еще что-то, труд. Труд, конечно, да. Труд. Вот чуть-чуть об этом побольше. Это литературное произведение в жанре труд, состоящее из четырех разделов, где я доказываю практически научно, что водка могла быть придумана и создана только в России, и только в России правильно ее выпивать. Мы не говорим о горилках, мы не говорим о самогоне, виске и прочих каких-то крепких напитках, мы говорим именно о водке. И самая главная задача этой книги была, что человек в процессе прочтения обязательно захочет груздей со сметаной, борща, суточных щей, соленого огурчика, пельмени и рюмку холодной водки. Вот это вот задача. Чтобы в процессе чтения у человека возникло слюноотделение и страшное желание поскорее объединиться с друзьями, что-то из этого процитировать и даже что-то из этого взять в качестве тоста. Вот 18+, на самом деле. А что подсказало вам тему? Ну вот, казалось бы, такая, с одной стороны, уход вообще в этимологию слова, да, самого этого напитка. То есть почему, собственно, именно о водке? Ну, в России жизнь человека, который, ну, во-первых, после 18, а лучше, там, как написано, лучше после 30, она в известной степени пропитана водкой. Любое событие с этим связано. Ну как, ну, горе. Смотрите, вот сейчас в стране мало пьется шампанского. Настроение не очень. Как только происходит что-то такое грустное, страшное, тревожное. Ну, условно говоря, ну, если говорите вещи называть своими именами, на поминках шампанское не пьют. А у нас горе – водка, радость – водка, скука – водка. Понимаете, вот. И это главное же очень правильно это разобраться. Это я не призываю к пьянству. Это вот то, что ты возвращаешься домой, тебе жена наливает вчерашнего борща, который еще остался с небольшим, как-то, чуть-чуть телятинки в нем. И две рюмки водки. И вот все, что у тебя было за весь день, оно как-то уходит, и ты принимаешь вот эту жизнь. И тебе понимаешь, что вот это вот и дом у тебя хороший, и семья прекрасная, и дети хоть и без толщины все-таки родные, и, в общем, надежды есть. Вот, это прекрасно. А попробую вот так взять, вот так вот, вернувшись домой, выпить виски, например. Ну, куда-то потянет сразу, куда-то идти, дома не засидишься, что-то какие-то идеи дурацкие возникнут. Выпей рому, тем более, какие-то подвиги потянет. Знаете, ну, вот это все. Водочка. Ну, то есть, если я правильно вас понимаю, несмотря на то, что напиток такой 30+, да, но это часть культурного кода русского человека. Все правильно, но с ним надо быть очень осторожным. Ну, конечно, ведь это же, это чревато, это как и все в России. Вроде бы, значит, замерзшее озеро, это красиво, но на нем можно поскользнуться или провалиться под лед. И то, и другое будет смертельно опасным. А если надеть коньки, то можно чудесно кататься. Вот так вот надо и с водкой. Вот можно чудесно кататься, но все время быть на чеку. Ну, ты потрясающий. Я ее когда прочла, вот эта вот история о том, что иностранцы научились пить все, кроме русской водки, она, конечно, удивительная. Я вас чуть позже попрошу ее для моего друга, который привержен этому напитку подписать. Спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. У нас в гостях был Евгений Гришковец, писатель, драматург, сценарист и актер. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Я, Виктория Зыкова, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»